В правой, к левой, в середине. Молодцы, встали! Детские пришкольные лагеря начали работу по всей стране. Барнаул не исключение. Более 80 школ организовали отдых на своих территориях для учащихся с 1 по 4 классы. Для школы номер 136 такой опыт в новинку, но организаторы верят. Они смогут увлечь и порадовать детей. У нас лагерь рассчитан 21 день. 21 день, из них 14 рабочих дней. Детей будут ждать интересные конкурсно-развлекательные программы с привлечением центров дополнительного образования. Плюс будет у нас и программы, посвященные году технологии в России и масса спортивно-оздоровительных мероприятий. В связи с ковидными ограничениями школе пришлось отказаться от выездных экскурсий. Но, говорит Юлия, специалисты приедут к детям сами. В лагере школьники проводят только половину дня, но менее насыщенным от этого их распорядок не становится. Таким образом, педагоги помогают родителям, у которых из-за рабочего графика нет возможности проводить с детьми целый день. Дети находятся с 8 до 2 здесь. К 8 часам они приходят. У нас зарядка, линейка, завтрак. Затем мероприятие. В час они обедают и идут домой. Лагерь при 136 школе посещают 150 человек. С ними находятся 15 преподавателей начальной школы, 5 сотрудников Центра дополнительного образования и 10 старшеклассников-работников педотряда. Лагерь работает только второй день, но дети счастливы. Первый день стал для меня незабываемым, так как в первый же день я нашла много новых друзей. У нас был конкурс рисунков на асфальте. Также я стала капитаном нашего отряда. И я этим очень горжусь. Здесь весело, нужно на стадионе побегать, можно порисовать, можно в игры поиграть. Пришкольные лагеря будут работать до 21 июня. За это время их посетят почти 20 тысяч детей. Родители тех школьников, что не успели попасть в дневные лагеря, еще могут испытать удачу и попробовать приобрести путевки в загородные. Там смены продлятся до конца августа. Артем Гусельников, Николай Шилко. День с толком.